Шершеля Фамели «Как связан новый брак экс-супруги Абрамовича с коллапсом украинской ГТС» Статья на Кунте за 20 октября 2019 года Гамбит Эвепри Уважаемые читатели, сегодня мы с вами проведем собственное расследование и разберемся об работе пружинных шестеренок скрытых механизмов, обеспечивающих реализацию энергетических проектов глобальных игроков на рынке углеводородов. Как известно, не так давно Дания сняла политические возражения к прокладке газопровода «Северный поток-2» в ее исключительно экономической зоне. После выдачи правительством Дании разрешения на проведение работ, которые ожидается со дня на день, вопрос достройки газопровода можно будет считать практически решенным. По информации «Газпрома» по состоянию на начало октября, по дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода, то есть 83% от его общей протяженности. Одновременно в Германии до конца 2019 года будет достроен газопровод «Ойгаль», как-то так, в общем, который является продолжением «Северного потока-2» в Германии. Таким образом, северный обход украинской газотранспортной системы ГТС к началу следующего года будет готов. Однако мощности «Северного потока-2» недостаточно, чтобы полностью отказаться от украинского транзита и поставить на нем жирный крест. И поэтому в настоящее время, несмотря на активное противодействие наших партнеров, предпринимаются активные усилия по продвижению южного обхода. Газопровод «Турецкий поток» движется по дну Черного моря с рекордной скоростью 6,27 км в сутки. И уже к декабрю этого года должен выйти к турецкому городу Киекёй, расположенному в европейской части Турции. Но далее предстоит решить довольно сложный вопрос с правительством Греции об использовании «Газпрома» строящегося трансадриатического газопровода «ТАГ», по которому российский газ уже в следующем году может пойти потребителям страны Южной Европы. И вот, буквально на днях в СМИ прошла информация, на первый взгляд, никак не связанная с газотранспортной проблематикой, но при внимательном рассмотрении, показывающая, как именно работают те самые скрытые механизмы, о которых шла речь в начале статьи. А сейчас, дорогие друзья, перенесемся в Москву, 1981 год. В семье работника Госкино Александра Жукова и микробиолога Елены Жуковой родилась замечательная малышка, которую назвали Дашей. Через некоторое время родители развелись и уехали. Мама в США, а папа в Великобританию. Мама, с которой осталась дочь, продолжала заниматься наукой, а папа занялся бизнесом. Когда Дарье исполнилось 16 лет, она переехала в Великобританию, где поступила в Лондонский институт натуропатии. Первым серьезным испытанием для Дарьи стал роман с богатым и известным в то время теннисистом Маратом Сафиным, с которым она почти случайно познакомилась на одной пенной вечеринке. И хотя даже нить бы с ним дело так и не дошло, но при этом ею были отработаны навыки контроля над поведением мужчины и его финансами. Стоит заметить, что в то время у Дарьи Жуковой установились тесные связи с коллегой Полиной Дерипасской, с которой они для отвода глаз основали новостной портал сплетник.ру о новостях шоу-бизнеса. Следующим объектом стал небезызвестный российский олигарх, начальник Чукотки и ценитель футбола в одном лице Роман Абрамович, с которым Дарья почти случайно познакомилась на футбольном матче. Через пару лет они поженились. В итоге Роман был взят под контроль, на Чукотке наведен порядок, объекты бывшей Сибнефти остались на месте, а важные вопросы в Англии решались на самом высоком уровне. Например, в 2013 году в Лондоне состоялся ужин в честь открытия новой галереи, на котором присутствовали известные и влиятельные люди, в том числе тогдашний мэр Лондона Борис Джонсон и Пипа Миддлтон, родная сестра ее королевского высочества герцогини Кембриджской Кэтрин. Почти случайно на том ужине ужинала и наша Дарья, которая провела важные беседы с высокими гостями. После этого многие видные представители британской элиты стали активными сторонниками Брекзита и особенно мэр столицы Борис Джонсон, что во многом стало определяющим фактором при принятии решения о выходе Великобритании из ЕС. Совершенно очевидно, что состоявшийся выход Великобритании из Европейского Союза в долгосрочной перспективе полностью соответствует стратегическим интересам нашей страны. В период подготовки к выборам президента США в 2015-2016 годах Дарья Жукова неоднократно бывала в Америке, где встречалась со многими влиятельными людьми. Полагаю, что фото с Иванкой Трамп, с которой они почти случайно встретились в веб-зоне на теннисном турнире, говорит само за себя и не требует дополнительных комментариев по поводу выборов президента США, победы Трампа и его текущей политики. А теперь вернемся в наши дни. 38-летняя Даша Жукова и ее 34-летний возлюбленный Ставрос Неархоз официально стали мужем и женой. Об этом сообщило американское издание. Инсайдеры утверждают, что свадьба Дарьи и Ставроса, почти случайно познакомившихся два года назад на скачках в Мельбурне, состоялась в минувшие выходные в Париже. Так кто же такой новый избранник Дарьи? Ставрос Неархоз, представитель богатейшей семьи Греции, внук умершего в 1996 году предпринимателя Ставроса Неархоза-старшего и сын Филиппа Неархоза. В память о Неархозе-старшем его семья основала фонд. Во время экономического кризиса в Греции фонд выделил правительству страны 380 миллионов долларов для реализации и поддержки госпрограмм. Самым важным даром фонда Греции стал культурный центр в Афинах, строительство которого обошлось более чем в 600 миллионов евро. В 2017 году семья передала его государству в безвозмездное пользование. Сейчас в состоянии главы семьи Филиппа Неархоза американский Форбс оценивает в 2,8 миллиардов долларов. В списке богатейших бизнесменов Греции по версии Форбс он занимает первое место. Людям, знакомым с механизмом принятия политических решений в Греции, не надо объяснять, что на практике все решения принимаются людьми, контролирующими финансы. Подводя итог нашего расследования, можно констатировать, что финансовые и политические возможности семьи Неархозов в настоящее время взяты под надежный контроль. И вопрос о допуске или недопуске российского газа к системе трансадриотического газопровода так больше не стоит. Пружины и шестерки механизма принятия решений правительством Греции щелкнули и запустились в нужном направлении. Как гласит известная греческая пословица «Мужчина голова, а женщина шея, куда шея повернет, туда голова и смотрит». Так пожелаем же счастья молодым! Гамбит вепря. Уважаемые читатели, если вам понравилась статья, не забудьте оценить ее и подписаться на блог автора статьи. Ссылочка на нее будет, как всегда, в описании под видео. Впереди много увлекательных историй. Не пропустите! Шершеляфам или как связан новый брак экс-супруги Абрамовича с коллапсом украинской ГТС.